Создатель одного из крупных пабликов приехал в Одинцово, чтобы посмотреть работы местных художников и обсудить с ними совместные проекты. Что ему понравилось больше всего и чем российское искусство отличается от зарубежного, расскажет создатель паблика. Ром, как давно ты занимаешься уличным искусством и что именно для тебя значит понятие стрит-арт? Я увлекаюсь уличным искусством уже более 15 лет, как я его изучал. Я просто ходил улицам и наслаждался тем, что нарисовали люди. Для меня это очень прекрасные и замечательные люди, которые выражают себя таким способом. Вообще уличное искусство – это вся моя жизнь. Ты любишь уличное искусство, но сам не рисуешь. Почему? Я пытался рисовать, но я быстро понял, что есть гораздо более талантливые люди в этом плане. И я понял, что у меня лучше получается организовать такие мероприятия. Мне кажется, что мне не хватает терпения, чтобы пробовать рисовать снова и снова. Вообще, да, конечно, я рисую, но я делаю это за закрытыми дверями так, чтобы никто не видел. Я более хороший организатор, нежели художник. Ты организуешь международные фестивали по стрит-арту. Какие проекты ты уже реализовал? Вообще, да, я организовал много проектов. Один из самых известных – это проект в Дубае. Наша задача – превратить этот город в буквальном смысле в музей под открытым небом. Мой первый, самый первый проект был в Париже. Он назывался «Свободные стены Парижа». Мы искали стены и рисовали на них. Также делали очень много проектов в Азии, в Сингапуре. Было много проектов в Канзасе, в Америке. Также очень много известных музыкальных проектов. Также было сделано в Америке, в Испании. Но в настоящее время мы в основном разрабатываем проекты в Азии. Ты также ведешь один из крупных пабликов по стрит-арту. Как ты отбираешь работу? Вообще, это очень сложный вопрос. Многие люди уже дают, действительно, как же выбрать работу. На самом деле, не существует какого-то рецепта или инструкции, которые мы следуем. Есть некое чувство, если нам кажется, что эта работа достойна того, чтобы появиться на этом сайте. Мы туда ее добавим. Вообще, уличное искусство – это некая летопись того, что происходило в определенных городах. Например, сейчас у нас очень много работ из России, из Америки. И поэтому нельзя сказать, что есть какой-то строгий рецепт. Мы добавляем то, что кажется нам достойным. Как разместить свою работу в твоем паблике? Можно ли просто написать сообщение, прикрепить фото, если оно тебе понравится, чтобы оно в дальнейшем там появилось? Ну, вообще, мы получаем от 100-200 писем каждый день. Поэтому для того, чтобы мы рассмотрели, во-первых, нужно хорошо сфотографировать вашу работу, написать короткое объяснение. Ну, и, в общем-то, и все. На самом деле, нам пишут очень много новых имен, о которых мы никогда не слышали. И, в общем-то, они представляют для нас особый интерес. Мы ищем новых людей, поэтому присылайте свои работы, и все будет хорошо. Ты в Одинцово уже несколько дней. Какие работы местных художников успел увидеть? Что понравилось? В Одинцово очень много хороших работ. Например, вот эта, которую вы видите на экране. Эта работа интересна тем, что там очень хорошо выполнена детальная прорисовка. Вообще, когда я приехал в Одинцово, я почувствовал некую культурную связь с этим городом. Я почувствовал его искусство. И я могу сказать, что мне будет что-то вспомнить, и у меня останутся приятные воспоминания. Если смотреть в целом, стиль российских художников отличается от остальных? Да, конечно, есть определенный русский стиль уличного искусства. Вообще, когда я вижу работу, я могу определить регион, в котором она была создана. Например, если мы посмотрим на мастеров из Северной Америки, то там можно сказать, что их работы отличаются яркостью и очень насыщенной цветовой гаммой. И, конечно, можно сказать, что в России тоже есть определенные черты, которые невозможно ни с чем перепутать. Какие это черты? Это очень сложный вопрос, очень долго можно об этом говорить. Но, конечно же, есть определенные черты. То есть российских уличных художников, их творчество отличает. Высокий уровень детализации, четкие и закругленные линии. И сразу видно, что эти ребята знают свое дело. В Одинцово есть студия стрит-арта Дмитрия Левочкина. В твоей стране есть ли подобные проекты и насколько они популярны? Все людям нужно строить культурные мосты, им нужно искать то, что их объединяет. И нужно понимать, что не обязательно иметь художественное образование, чтобы быть художником и понимать искусство. Люди просто хотят быть счастливыми. И вопреки сложившейся политической обстановке, мы можем найти укрытие в искусстве. Искусство может быть неким глотком свежего воздуха. Мы должны понимать, что искусство дает нам право быть хозяином своего города и своей жизни. Как думаешь, чего не хватает именно российскому личному искусству? Что бы ты добавил? Я не думаю, что российскому искусству чего-то не хватает. Но, конечно, нужно развиваться каждый день. Нужно искать новых художников. Им нужно общаться, наводить мосты, делиться друг другом своими идеями. Также необходимо путешествовать, выезжать в другие страны и делиться опытом с художниками там. Например, я жил в Париже, а мой друг жил в Лондоне. И мы были в некотором смысле привязаны к своему месту жительства. Потом, когда мы начали путешествовать, мы поняли, что вокруг есть еще много интересного, в том числе различные подходы к уличному искусству. Вообще нужно путешествовать, развиваться, наводить мосты, делиться друг с другом своими идеями, и все будет хорошо. Как насчет совместного проекта с Одинцовскими художниками? Есть ли какие-то идеи или планы? Мы действительно обсуждаем очень большой проект, и в ближайшие месяцы появится новая информация. Мне очень приятно, что правительство поддерживает искусство. Я иду по улице и вижу счастливых людей, вижу, как смеются и играют дети. И мне приятно, что я могу поделиться с ними, с этими людьми своими идеями. Расскажи подробнее про этот проект. Каким ты его видишь? Мы хотим преобразить архитектуру города. Мы будем общаться с местными жителями, мы должны понять, чего они хотят, что им нравится. Вообще, это очень большой проект. Мы будем рисовать на 20-30-этажных зданиях. Это будут огромные изображения, которые будут видны при въезде в город. Вообще, я считаю, что искусство должно создавать достопримечательности. Если этого не происходит, значит, сложно назвать это искусством. Поэтому искусство должно создавать у людей приятные ассоциации и воспоминания. Искусство должно быть символом города. В нашем городе все чаще можно встретить огромные картины на фасадах домов. Это тренд только именно в России или это по всему миру так происходит? Ну, вообще, на самом деле, это происходит повсеместно, и в маленьких городках, и в огромных. Дело в том, что люди хотят быть хозяевами в своем городе. Они хотят видеть его таким. Они, согласитесь, лучше видеть яркие и прекрасные изображения, чем серые стены. Поэтому люди хотят жить более яркой жизнью и видеть вокруг яркие краски. Также можно сказать, что сейчас появляется новый вид туризма, так называемый арт-туризм. Люди ездят по миру не просто для того, чтобы полежать на пляже или посетить определенные архитектурные сооружения. Люди хотят насладиться уличным искусством. И кто знает, может быть, через несколько лет люди будут приезжать в ваш город, чтобы посмотреть на то, что нарисовали мы в рамках этого фестиваля. Вообще, искусство – это всегда связь с местным колоритом и некий посыл, в том числе и будущим поколениям. Спасибо за интересную беседу. Желаю вам творческих успехов. Надеюсь, мы скоро увидим ваш проект в нашем городе. А я напомню, что у нас в гостях был организатор международных фестивалей по стрит-арту Ром Леви. Далее еще много интересных тем. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин